У больших собак присутствует особенная стать. Они красивые, величественные и преданы. С ними чувствуешь себя уверенно и спокойно, поскольку даже один их внешний вид вселяет страх в недоброжелателя. Вес некоторых псов-здоровиков может переваливать за центнер, поэтому редкий злоумышленник рискнет с ними сразиться. Немецкий дог. Рисунки с изображением догов были обнаружены при раскопках в Египте. Они датируются тремя тысячами лет до нашей эры. Также изображение этих собак встречается в древних вавилонских храмах, период возникновения которых превышает две тысячи лет до нашей эры. Помимо этого существуют письмена, говорящие о том, что доги содержались и в Древнем Тибете. Эти документы датированы 1121 годом до нашей эры. Немецкий дог является одной из популярнейших пород. Некоторые называют его гигантом среди собак. Действительно, внушительные размеры собаки не оставляют равнодушными никого. Рост 70-80 сантиметров, вес около 70 килограмм. Но, несмотря на это, дог – ласковое и нежное животное, обожающее свою семью и готовое в любой момент постоять за нее. Собаки этой породы всегда жаждут желанием угодить хозяину. Они всячески пытаются понравиться ему и членам семьи. Немецкие доги испытывают огромное счастье, когда их гладят, ласкают. Они не прочь понежиться на диванчике или в кресле хозяина. Английский мастиф. Английский мастиф – старинная английская порода собак, которая носит статус самой большой породы собак в мире. Она отличается рельефной мускулатурой, прямыми и крепкими лапами и производит впечатление настоящего атлета. Эти собаки вырастают до 90 сантиметров, а в весе от 80 до 90 килограмм. Этот крепкий пес – идеальный спутник для уравновешенного человека, ведущего размерный образ жизни. Уверенный и спокойный, он практически никогда не поддается панике, не лает без причины и не бросается на людей, приветствуя их. Мистиф – собака семейная, но оставлять его наедине с маленькими детьми все же не стоит. Из-за большого веса и роста даже проявления его ласки могут быть опасны для малыша. Мистифы – аристократы, известны своей мощью, смелостью, уравновешенностью и миролюбием. Они прекрасно справляются как с ролью сторожевой собаки, так и с ролью собаки-компаньона. Ньюфаунленд. Ньюфаунленд – это популярная гигантская порода собак, обладатель густой шерсти и темного цвета. В отличие от других собак, он абсолютно не боится транспорта. Этот величественный пес прекрасно плавает, носит на себе тяжести, а благодаря спокойному нраву может приглядывать за детьми. Порода берет свое начало в одной из провинций Канады. Средний рост Ньюфаунленда достигает 70 сантиметров, а вес – 68 килограмм. Однако был в этом семействе настоящий рекордсмен, весивший 126 килограмм. А рост при стойке на задних лапах составлял 198 сантиметров. Они известны своими гигантскими размерами, огромной силой и чрезвычайно ласковым характером. Кроме того, они обладают высоким интеллектом и способностью принимать самостоятельные решения. Неаполитанский мастиф. Неаполитанский мастиф относится к собакам, имеющим древнюю историю происхождения. Собаки по размерам и внешнему виду схожи с современным мастино. Были изображены на различных индийских и персидских произведениях искусства. Огромные собаки присутствовали в описаниях Лукреция, первый век до нашей эры. Предками породы считаются римские мастино, которые сопровождали легионеров и участвовали в боях на аренах Древнего Рима. Их соперниками по арене были ягуары, медведи и быки. Несмотря на столь древнюю историю, ее профессиональным разведением начали заниматься довольно поздно. В 1947 году кинологами были собраны лучшие представители породы, которые стали родоначальниками современных мастифов. В росте мастифы достигают 75 сантиметров, а в весе от 50 до 70 килограмм. Но этими пределами он не ограничен. Животное любит детей, но без присмотра его не следует оставлять с малышами. Из-за своей нерасторопности и неуклюжести пес может не желая того навредить ребенку. Неаполитанский мастиф не нападает первым и не проявляет агрессию без необходимости. Но при этом всегда настороженно и с подозрением относится к посторонним людям. Сенбернар. Сенбернар это гигантская собака с добрым сердцем, безграничной любовью к семье и готовностью встать на защиту своего хозяина. И несколько упрямым характером. Это очень крепкие, крупные собаки, высота которых равняется 70-90 сантиметров. Согласно стандартам породы, вес Сенбернара должен быть выше 80 килограмм. Наиболее часто встречаются собаки ростом более 80 сантиметров и весом более 100 килограмм. Сенбернар является, наверное, самой известной собакой, которая помогает спасать людей. В швейцарских Альпах на Сенбернаров была возложена ответственность за спасение тысяч людей, попавших в лавину. Эти собаки отлично справляются со сложной задачей, связанной с поиском людей под плотным снежным покрывалом. Когда Сенбернар находит человека, он согревает его своим теплом до прихода спасателей. Сенбернары обожают снежную погоду. Они с удовольствием будут бегать по снегам, или катать детишек на санках. Ирландский волкодав Ирландский волкодав – это древняя охотничья порода собак, первое упоминание о которой датируется 391 годом нашей эры. Основным назначением собак такой породы значилась охота на волков, зайцев, кабанов и оленей. Служили человеку они также в качестве пастушей собаки, охраняя стадо фермерских угодий. Ирландские волкодавы считаются одними из самых больших пород в мире, самыми высокими и крупными среди борзых. Эти собаки весьма умны и прекрасно распознают недружелюбно настроенного к ним или их хозяину человека. Поэтому не стоит думать, будто ирландские волкодавы не способны дать отпор неприятелю. Рост ирландских волкодавов составляет порядка 85 сантиметров, но часто превышает эти параметры. Вес – не менее 55 килограмм. Датский дог. Датский дог – это представитель собак гигантского роста. Когда охота занимала почетное место у знати, каждое графство содержало большую численность гонщих. Датские доги, несмотря на свой внушительный рост – это 80 сантиметров – настоящие милашки. Вес этой собаки в среднем достигает 100 килограмм. Изначально предки дога были собаки-сторожи молостского типа. Последние обитали в Древнем Риме и Греции. Они были очень злые и натасканы на лесных хищников, волков и шакалов. Благодаря тщательному отбору удалось вывести породу дога со спокойным нравом. Тоса-ину или Тоса-ину. Порода Тоса-ину выводилась в Японии в течение сотен лет. Япония имеет долгую историю собачьих боев, начиная с 14 века. Порода была выведена между периодом 1868 и 1912 годами с заводчиками и скотчей, как смесь бойцовской породы сикоку с западными породами, такими как мастиф, немецкий док, бульдог, синбернар и бультерьер. Вырастают до 65 сантиметров, а весят более 50 килограмм. Тоса часто называют борец-сумо в мире собак. В Японии Тоса считается национальным достоянием. Тоса является редкой породой даже на родине и только недавно была выведена в США. К сожалению, Тоса-ину запрещена в некоторых странах, как опасная порода собак. Внешне псы выглядят грозно, но в жизни это спокойная и надежная собака. В ней удивительным образом сочетаются противоречивые черты характера. Самоуверенность, мощь, бесстрашие, преданность и забота. Порода Тоса-ину настороженно относится к незнакомцам и агрессивно к прочим собакам. Бернский зененхуд Бернский зененхуд является чрезвычайно универсальной собакой, пришедшей к нам со швейцарских фирм. Он был выведен специально для выпаса скота, перетаскивания телег, а также для выполнения функции сторожевой собаки, охраняя фермы, ну и конечно же, чтобы быть верным спутником человека. Весит Бернский зененхуд в 50 килограмм, а растет до 70 сантиметров. Несмотря на свой прекрасный темперамент и красоту, а может и из-за нее, Бернский зененхуд сегодня находится под угрозой исчезновения. Анатолийская овчарка Анатолийская овчарка считается одной из древнейших пород, которые обитают в Малой Азии. Эта овчарка является национальным достоянием Турции. На одном ряду с пастушьими служебными псами она имеет много отличительных характеристик. Выносливость, ум и самостоятельность дает возможность собаке обходиться без помощи человека, поскольку способна самостоятельно найти себе еду. Достаточно быстро приспосабливается к новым условиям обитания. Для этого животного не страшна работа и большие физические нагрузки. Его по праву можно назвать рабочей собакой. Для него в удовольствие будет следить и беречь отару овец, сторожить дом своего хозяина или просто играть с детьми. Стандарт показывает, что взрослая собака может достигать высоты до 81 сантиметра, а вес колеблется в диапазоне 50-65 килограмм. К характеристике турецких овчарок относятся энергичность, сообразительность и прекрасная реакция. Эти собаки постоянно нуждаются в физических нагрузках и умственном развитии. Тибетский мастиф Тибетский мастиф – это одна из самых древних пород, служившая в монастырях Тибета в качестве сторожевой собаки, а также сопровождающая кочевников в Гималайских горах. Мастифы вырастают до 80 сантиметров, а весят до 82 килограмм. Тибетский мастиф – очень спокойная, сдержанная, послушная собака, сочетающая в себе способность охранять дом и быть хорошим другом семьи, в которой живет. Главная отличительная черта породы – удивительная чистоплотность. Интересный факт. Представитель породы тибетский мастиф по кличке Хонг-Донг является самой дорогой собакой в мире, за которую угольный магнат из Китая отдал полтора миллиона евро. Бульликутта Бульликутта – это смелая, преданная и очень мощная собака, так как она весит более 77 килограмм при росте 90 сантиметров. Она нуждается в сильной руке и правильном воспитании с раннего детства. Хозяин собаки обязательно должен показывать ей, что он вожак стаи. Представители этой породы почти всегда стремятся к доминированию, что вкупе с их физической силой может быть даже опасным. Специалисты настоятельно рекомендуют при дрессировке Бульликутта пользоваться помощью профессионального кинолога. Общение с детьми должно всегда проходить под контролем взрослых. Если в семье, где есть Бульликутта, планируется рождение ребенка, собаку необходимо подготовить к появлению малыша. Леонбергер Леонбергер – это крупная порода собак, выведенная в 1846 году в германском городе Леонберг путем скрещивания синбернаров, ньюфаунлендов и перенейских овчарок. Рост колеблется в пределах 70 и 80 сантиметров, а вес – 55-80 килограмм. Леонбергер представляет собой большой и привлекательный собачий тип. Они обладают уникальным характером, создавшим репутацию идеальной семейной собаки, отличающихся особой любовью к детям. Представители породы характеризуются как верные, умные, легко обучаемые и рассудительные собаки с отличными сторожевыми качествами. Ландсир или Ландсир – высокая, мощная, сбалансированная собака, высота от 70 до 80 сантиметров, вес – 60-70 килограмм, спокойная, самоуверенная, бдительная, преданная семье, довольно упрямая собака, требующая терпения при воспитании. Ландсир – отличный пловец, стремится приносить пользу человеку, реализовывая унаследованное от далеких предков качество. Обладает покладистым, миролюбивым характером и сильно развитым спасательным инстинктом. Хорошо ладит с другими собаками. После правильной социализации и воспитания становится настоящей семейной собакой, верным спутником и другом. Ландсир поздно взрослеет. В тесном сосуществовании с членами своей семьи раскрывает множество своих хороших качеств. Не любит оставаться в одиночестве. Будучи гораздо подвижнее, нуждается в длительных прогулках и серьезных физических нагрузках. Акбаш Акбаш – турецкая порода, относится к пастушьим собакам. Отлично выполняет функции охранника. Очень мощный и сильный пес. Ему под силу оказать достойное сопротивление даже волку или медведю. Акбаши делятся на два типа. У одних собак среднедлинная шерсть, прямая и с блеском. Другие – длинношерстные, причем шерсть гуще и волнистее. Те, у которых шерсть более длинная, подходят для проживания в регионах с низкими температурами. А те, что более короткошерстные, лучше будут чувствовать себя в теплом климате. Акбаш относится к группе собак гигантского размера. Вес варьируется от 40 до 60 килограмм. Акбаш обладает всеми качествами лидера. Причем может стать вожаком не только собак, и не только у представителей своей породы. В собаках этой породы очень развиты инстинкты телохранителя. Хозяина они защищают прекрасно. Акбаш может в одиночку расправиться с волком. Человек ему вообще не соперник. Кане Корсо. Мастиф Кане Корсо – итальянская порода. Это крупная собака с особенными потребностями. Размеры просто гигантские. Вес собаки может достигать 120 килограммов. Это неудивительно, ведь выводилась эта порода непосредственно для охоты на крупного зверя и охраны имущества. Кане Корсо, как полагают, произошли от старых римских военных собак. Они были высоко оценены охотниками и фермерами из-за их огромной силы, верности, скорости, смелости и готовности работать. На протяжении всего средневековья собаки Кане Корсо были потрясающими охотниками и замечательными последователями. Сегодня собака используется на фермах для охотничьих целей, а также в качестве сторожа, защитника, для выслеживания и как полицейская собака. Кавказская овчарка. Кавказская овчарка – порода собак, родиной которой является Кавказ, что неудивительно. Кавказская овчарка является одной из древнейших пород и существует уже более двух тысяч лет. Рост достигает 75 сантиметров, вес составляет 50-70 килограмм, но может доходить до 110 и более. Это одна из крупнейших пород собак. Шерсть у кавказских овчарок достаточно густая. Они легко переносят сильные морозы и выглядят еще более массивными за счет густого подшерстка. По длине шерсти выделяют три типа кавказских овчарок – короткошерстные, промежуточные и длинношерстые. Первый тип является наиболее распространенным. Самый популярный – третий. Окрас волчий серый, бурый, белый, рыжий и пестрый. Кавказская овчарка имеет настойчивый, смелый и решительный характер. Недоверчива к посторонним. Отличительными чертами данной породы является отсутствие страха и злость, которые изначально были необходимы для охраны скота от диких животных. Бурбуль. Бурбуль – порода служебных собак с отличными охранными качествами. Выведенная в Южной Африке в 17 веке. Это большая, выносливая, мощная собака, обладающая хорошей реакцией и пластикой. Рост составляет 70 сантиметров. Вес сколеблется от 70 до 90 килограмм. Бурбуле нуждается в постоянном внимании и заботе, которая будет заключаться не только в ласке, но и в регулярных тренировках и физических нагрузках. Московская сторожевая. Московская сторожевая – это крупная рабочая собака, выведенная в 50-х годах 20 века в России. Путем скрещивания следующих пород. Кавказская овчарка, синбернар и русская пегая гончая. Согласно стандартам породы, рост 80 сантиметров. Минимальный вес – 60 килограмм. Московская сторожевая – собака, уверенная в себе, уравновешенная, самостоятельная и контактная. Имеет прекрасные сторожевые и охранное качества. Эти собаки не знают страха и никогда не отступают. Пиренейский мастиф – порода гигантских собак, родом из Арагона, Испания. Представителей данной породы, появившихся на юго-западе Европы, в компании азиатских торговцев, изначально использовали как пастушьих собак. Пиренейские мастифы – очень крупные собаки. Высота составляет 77-80 сантиметров. Средний вес составляет 70-80 килограмм. Хотя часто можно встретить кобелей весом более 100 килограмм. Пиренейские мастифы известны как исключительно умные и надежные собаки. Благодаря замечательным качествам, которые присущи собакам этой породы. Сегодня их часто используют в качестве телохранителей и охранников. Испанский мастиф Испанский мастиф, родиной которого является Эстемадура, Испания. Изначально порода использовалась для охраны скота, от волков и других хищников. Рост испанского мастифа колеблется в пределах 70-80 сантиметров. Вес – 80-120 килограмм. Этот благородный гигант будет прекрасным другом всем членам семьи и надежным охранником дома. Шотландская оленья борзая Шотландская оленья борзая, которую еще называют дирхаундом. В весе она достигает 50 килограмм, а в росте – до 80 сантиметров. Именно эти вытянутые мускулистые красавцы еще со времен Средневековья постоянно сопровождали охотников. И не зря. Данный вид собак обладает тонким чутьем и потрясающей реакцией. Способен догнать и убить оленя. Поэтому раньше животные принадлежали только влиятельным семьям, считавшим охоту лучшим развлечением. Сегодня дирхаунд – это утешение для дома. Они улавливают настроение своих хозяев, внимательны к детям, а вот охранники из них плохие, редко лают и почти равнодушны к чужим людям. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.